Приветствую вас! Давайте разберём с вами ваш вопрос. Как найти понимание с родителями? Да, то есть, здесь уже сразу есть какая-то вот такая немного настораживающая история, да, в том, что я пытаюсь найти понимание с родителями, то есть, я, будучи, ну, собственно, молодой девушкой, да, ну, вот, молодым человеком, если ещё более глобально смотреть, пытаюсь найти понимание у людей, которые, в общем-то, живут, ну, в своей, в своём мире, в своём времени. Ну, вот это, в конечном случае, не плохо, но это реальность. Есть вещи, в которых можно найти какое-то понимание, да, есть вещи, в которых можно найти какое-то взаимопонимание. есть вещи, в которых взаимопонимание найти, в принципе, нельзя и, а, вполне вероятно, что это та самая история, это тот самый момент, это то самое, то есть вот, в этом, возможно, в этом филактике понимания найти нельзя, но, увы, пытаетесь, да, то есть это вот уже в некоторой степени, значит, настораживает. Вот, это первое, это первое. С молодым человеком пищевые подали заявление в ЗАГС и сообщили об этом родителям, но мои родители и хотели свадьбы полноценной, я нет, просто расписался ответить вдвоем. Ну, правда, к чему в том, что ваши родители, они хотят праздника, по-видимому, по-видимому, они хотят праздника, по-видимому, для них праздник важен, для родителей ваших праздник важен, по-видимому. По-видимому, родители хотят, хотели, хотели, чтобы было какое-то торжество, да, ну, опять же, вот, следуя, условно говоря, своим каким-то сградом, да, своей какой-то позиции, своим каким-то представлением, да, о том, как вот все должно быть. И, в общем-то, вряд ли их можно за это винить, собственно говоря, родители, да, потому что, ну, объективно, объективно, но они хотят, они хотят этого. Им нужен праздник, объективно, и я не думаю, что в этом есть обязательно что-то дурное. Им праздник нужен, вопрос заключается в другом, за счет чего они хотят получить для себя праздник. То есть, вот, конкретно, за счет чего они хотят получить праздник. Понимаете? Вот. А то это им нужен праздник, но это, да, да, это очевидно, на мой взгляд. А дальше, значит, у меня нет, расписаться, я думаю, моя мама категорично сказала, что хотя бы сделали в кафе по-человечески. Ну, маме, ну, праздник, если маме, опять же, нужен праздник, то, ну, на мой взгляд, логично предложить им, им предложить оплатить. Оплатить за, ну, говоря, свой счет. Так, за свой счет оплатить, чтобы оплатили праздник заказать в кафе без проблем. Только за свой счет. Все. То есть, тут нужно разграничить ответственность. Дальше. Ругаться по этому поводу не хочу. А зачем ругаться? Зачем ругаться? Можно и нужно спокойно донести свою позицию. Зачем ругаться? Обижать точно. Ну, ну, знаете, тут момент какой? От вас не зависит, обидится человек или нет. Человек обижается не за вас. Человек обижается из-за, ну, самого себя. Это, ну, человека, условно говоря, дело, не вас. То есть, вы, я верю в то, что не хотите обижать никого, но вы обидите. Потому что у человека есть ожидания, у вашей мамы, например. И она, ваша мама, не хочет брать ответственность за свои ожидания. Но это все. Поэтому вы ее, в общем-то, в общем-то, обидите в любом вообще случае и при любом вообще раскладе. Вот. К сожалению. Потому что такой мама человек. Важно. И с этим ничего не поделать. С тем, что она вот такая. С тем, что она вот так себя ведет. И с тем, что она, ну, грубо говоря, хочет вот, чтобы было только так и никак иначе. Ну, никак по-другому. Понимаете? Какая штука. Поэтому здесь опять же, здесь опять же, очень важно отграничить. 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 Например. Свою ответственность. Себя. От ответственности за другого человека. Это важно. Потому что, в противном случае, вы, вы постоянно будете отвечать. Постоянно будете чувствовать, что отвечаете за других. Так. Должен быть всегда, свою маму. Маму. У вас будет чувство вины, неудовлетворенность. И, ну, не во что, не во что хорошее, не во что хорошее это не выйдется. Это совершенно очевидно. Это совершенно очевидно. На мой взгляд. Вот. Поэтому, я полагаю, я полагаю, что необходимо, значит, отделить, как я уже сказал, из себя, от своей мамы. и отделить то, что хочет, к примеру, ваша мама, ваша мама от того, что хотите вы. Справедливо ли это? Да, это справедливо. Более чем. Дальше. Родители жениха принимают любое наше решение и не настаивают на торжестве. Ну, родители жениха более гибкие в этом смысле. Вот. То есть, по сути, а в чем заключается проблема здесь и сейчас? на данный момент по факту. В чем заключается проблема? В том, что вы боитесь обидеть, значит, своих родителей? Ну, хорошо, они обидятся. Только так вы сможете их чему-то научить. Только так вы сможете показать им, что они перешли черту и нарушили ваши границы. к примеру. Личные границы. Личные границы. Только так. Другому не получится к сожалению никак. Вот. Это к вопросу, да, о том, что делать. Как найти взаимопонимание? Родители. родители-то они никуда не денутся. Раз. Вот. я думаю, да. Лично. Лично. Лично я думаю, так. Вот. Вот, в принципе, наверное, то, что можно вам сказать. Вот, в принципе, в принципе, наверное, так. на этом все. Я надеюсь, что я смог вам помочь. если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. то я буду рад ответить вам на дополнительные вопросы, если они появятся у вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Вот. Ну, и небольшой такой посткрипту, да, старайтесь вот, скажем, не забывать о том, что вы живете что это ваша все-таки жизнь, а не жизнь ваших родителей. И нельзя относиться к жизни ваших родителей, так, так, как будто она, она ваша. Понимаете? будет на мой взгляд на мой взгляд такая история. На этом все. я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация завершится, точнее, разрешится. Точнее, разрешится. Хорошо. так. 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 так.